Всем здравствуйте, меня зовут Южико Антон и это очередной выпуск ответов на вопросы. Вопрос задает Азамат Гудеев. Добрый день Антон, как ты относишься к совету Юрия Бомбелы по снижению ГСПГ? Он советовал принимать станзов по 20 мг по 7-10 дней раз в 4-6 недель. Как сильно этот прием снизит ГСПГ, сколько будет держаться низкий ГСПГ и как такой прием улучшит курс чисто на тестостероне. Значит, если мы говорим про тестостерон, смысл в этом есть. И я тоже часто рекомендую принимать анастрозол в качестве препарата для снижения ГСПГ. Принимать его, допустим, по 7 дней, потом делать перерыв 4-6 недель. Сам курс не длится настолько долго, чтобы, допустим, это же не годовой курс, чтобы раз в 4 недели принимать по 7 дней. Курсы-то относительно короткие, чаще всего они до 8 недель. Это получится, что вы пропьете первую неделю и потом седьмую и закончите. Не вижу особого смысла. Лучше пить постоянно в небольшой дозировке, чем по 20, допустим, по 7 дней. Как сильно прием снижает ГСПГ? Это индивидуально, но он его снижает. Это факт. Сколько будет держаться низкий ГСПГ? Сложно сказать, от чего идет снижение ГСПГ. От, допустим, стонозолола, либо тестостерона самого. Потому что есть такой момент, что когда мы колем экзогенный тестостерон, я не знаю по каким причинам, но ГСПГ тоже немного снижается чаще всего. И сложно отследить, от чего именно оно снижается. Если, допустим, это тестостерон, и потом, допустим, ну, в общем, чтобы не вам ответить, это надо провести какие-то сложные исследования. Допустим, взять несколько человек, постоянно принимать стонозолол, сдавать ГСПГ, тестостерон. Я могу только что-то либо предположить с какого-то там своего определенного опыта. Но четко на все это ответить я вам не смогу. Единственное, что, ну, я считаю, что стонозолол целесообразно принимать при приеме тестостерона, если это идет только тестостерон на стонозолол. Вопрос Алекс А. Антон, освети вопрос по воздействию гормона роста на рост и кости с практической точки зрения. Сталкивался ли ты с увеличением роста в зрелом возрасте? Видел ли реальные утолщения костей, например, на запястьях? Были ли у тебя само какие-либо изменения в росте или структуре костей? Я никогда гормон роста не употреблял. Поэтому я ничего не могу сказать. По поводу того, что увеличение роста в зрелом возрасте, это невозможно, потому что есть такой процесс, как закрытие зон роста костей. Это значит, что кость в длину может расти до определенного момента. Когда зоны роста костей заканчиваются, то увеличить рост уже невозможно. Видел ли ты реальные утолщения костей? Значит, смотрите, утолщение костей, кость пористая. Вот, допустим, вот есть кость, и она пористая. Утолщение кости, это не значит, что она станет вот так вот толще. Это значит, что сама структура кости станет более толстой. Она была более пористой, стала менее пористой, более твердой. В этом и заключается утолщение кости. Она не станет шире. Поэтому, если у вас кисть какого-то определенного размера, чаще всего она такого размера останется. Она не станет больше, потому что кость в толщину, в ширину не растет. Она как бы становится плотнее. а не больше. Вопрос задает БМ Эндуро. Антон, у вас еще не был роликов про особенности тренинга и питания для эктоморфов, и еще очень хотелось бы услышать ваше мнение по поводу тренинга для натуралов до отказа. Имеет ли смысл закислять мышцы до полного отказа в каждом подходе? Значит, на второй вопрос сразу я вам скажу, что читайте пособие по натуральному тренингу, там все разжевано прямо до мелочей и описано, когда нужен отказ, когда он не нужен, как его правильно делать и тому подобное. По поводу особенностей тренинга и питания для эктоморфов. Я считаю, что эктоморфы, эндоморфы и все остальное – это все деления очень-очень условные, и особенности тренинга очень схожи, так как, допустим, у эктоморфа будет чуть-чуть тоньше кость и тем самым медленнее расти мышечная масса. У эндоморфа толще кость, у него будет расти мышечная масса быстрее, но при этом больше откладывается жир. Никаких-либо особенностей при этом нет. Как, допустим, вы приходите на тренировку и приседаете, так вы приходите и приседаете. Это не значит, что эктоморфу надо сжать ногами, а эндоморфу надо приседать, к примеру. Тренировки идут практически одинаково. Могут быть немного отличий в питании. Допустим, там эктоморф может есть больше, эндоморф может есть меньше. Там может меняться соотношение количества белков, жиров, углеводов, тоже минимально. Но все вот эти отделения на эктоморфы и эндоморфы, они очень-очень условные. И не бывает чистых эктоморфов, чистых эндоморфов, мезоморфов. Поэтому особенности тренинга, если говорить непосредственно про тренинг, они очень-очень схожи. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если у вас есть вопросы, вы можете задавать их как в комментариях, так и у меня в группе ВКонтакте. Кого интересуют консультации, дистанционный тренинг, курсы по повышению уровня тестостерона или курсы анаболических стероидов, вы можете ко мне обращаться. Как со мной связаться, все ссылки будут в описании. Всем спасибо за просмотр. До свидания.